Трудовой семестр. В самом разгаре. Студенческие отряды каких профилей работают в Гомельской области? На сегодняшний день в Гомельской области уже работают сервисные, экологические и сельхозотряды. Ну, сервисные отряды, они сейчас трудятся у нас в ВУЗах, это приемные комиссии, оказывают содействие в рамках вступительных экзаменов и подачи документов. Экологически это у нас на территории Дворцова паркового ансамбля трудится молодежь, она помогает приводить в порядок и поддерживать наш красивый парк в хорошем состоянии. Ну и сельхозотряды, это сейчас сезон ягод, вот ребята уже ежедневно выезжают по 50-100 человек на работу, именно на уборку ягод. Ну и ждем уже урожая, чтобы приступить уже к сельхозработам на полях. Еще, наверное, очень важное направление, это строительные отряды. Да, строительные, немаловажные, вот буквально недавно на нас вышло руководство области, будем сейчас оказывать содействие в подготовке нашей лыжероллерной трассы, которая будет первая в Гомельской области открыта, и уже вот 8 человек с понедельника приступят, и еще 12 на следующей неделе подключатся. То есть порядка 20 молодых ребят будут принимать участие в строительстве этой лыжероллерной трассы. Какое количество ребят планируете трудоустроить этим летом? Ну, это такой, знаете, вопрос философский, мы всегда отталкиваемся от потребностей. На сегодняшний день в районных комитетах порядка 4,5 тысяч заявок лежит от ребят. И наша первоочередная задача – это удовлетворить каждую эту заявку. Сколько это получится, многое зависит не от нас, многое зависит от погодных факторов, потому что у нас в основном это сельхозотряды, и все мы видим, какая в этом году непростая погода, поэтому спрогнозировать достаточно тяжело. Но будем надеяться на лучшее. Работа за границей – пожалуй, одно из самых популярных направлений у молодежи. Все ли желающие получают путевку в студенческие лагеря за границу? И о какой работе идет речь? Да, с туда отряды выездные за пределы республики Беларусь – это, конечно, такие самые престижные, потому что, как правило, это связано с нахождением на берегу моря. Это вот у нас пример Орленок. Ежемесячно мы отправляем порядка 30 человек туда. Приятное и с полезным. И отдых, и работа, и отчение. Да, у них такой график – два через два, они два дня работают, два дня отдыхают на пляже, своего рода полуотпуск, полуработа. Поэтому туда очень большой конкурс, и чтобы попасть по итогу года в этот студотряд, надо быть таким, ну, очень ярым активистом Белорусского республиканского союза молодежи, чтобы по итогам собеседования попасть в эту, как говорится, сотню счастливцев. Ну, и также есть у нас отправляемые ежемесячно сейчас в Подмосковье на сельхозработы. Там больше упор сделан, там можно хорошо заработать. Там все зависит от тебя, работа сдельная, как ты работаешь, столько ты получишь. Какого рода работа? Уборка урожая. Июнь – это посевная, ну, получается. Июль-август – это уже уборочная. И там ребята порядка 800-700 рублей привозят. Я думаю, что для студента это неплохая заработная плата. Вполне. В 2019-м впервые в Белоруссии, в Гомельской области, начали свою работу студенческие отряды «Освод». Чем специфична их деятельность? Ну да, достаточно такой интересный эксперимент. И я думаю, что он даст свой результат. Первое, что мы преследовали, ну, конечно, понятно, это чтобы молодой человек свободно от учебы время заработал. Тут вопросов как бы нету. Но, наверное, из таких еще основных целей – это то, чтобы эти ребята, которые пройдут эти отряды, он, может, в следующем году и не будет работать в «Осводе». Но уже каждый из них будет знать, как оказать первую медицинскую помощь, как спасти. Тем более вы видите сейчас, какая жара и сколько случаев, к сожалению. И статистику видим. Да, к сожалению, статистику. И это в том числе фактор того, что, ну, большая часть населения, к сожалению, наверное, не умеет оказывать первую медицинскую помощь. Если бы больше молодежи, общество знало этого, то, наверное, больше бы жизни удалось спасти. Поэтому тут такая, скажем, двойная цель. Помимо зарабатывания денег, здесь еще и ребята обучаются именно вот этим навыкам. И еще направление для разговора. Насколько охотно работодатели сегодня идут на создание студенческих отрядов на своих предприятиях? Понимаю, что для многих это, по большому счету, доп. нагрузка и не всегда нужная. Ну, здесь вопрос такой. Все зависит от того, от категории молодежи, какая в отряде. Если это совершеннолетний, то вообще никаких вопросов нет. И все берут их с удовольствием. И приходят к нам, наоборот, просят больше, больше, больше ребят именно совершеннолетних. Когда же речь идет о несовершеннолетних, здесь чуть-чуть другая история. Потому что очень жесткое законодательство в этом плане. Меньше рабочий день, зарплата такая же. То есть, соответственно, и производительность труда падает. А на заработную плату надо выделять такие же деньги. Здесь чистая экономика. И я могу понять любого руководителя предприятия. Надо отдать должное нашим руководителям. Они понимают, что не все измеряется деньгами. Что здесь, в студотрядах, они поддерживают такое социальное направление важное. Где забирают молодого человека с улицы и, наверное, спасают его от каких-то необдуманных поступков. И они это все понимают, конечно, где-то скрипя душой, но все-таки берутся за отряды. Игорь Владимирович, спасибо за интервью и успехов в делах. Спасибо и вам.